На этом просто можно спектакль заканчиваться. Теперь я так аккуратненько танцую, потому что, конечно, лишку давать нельзя. А вот это вот с красными волосиками, это фотографии, да? А, это у нас премьера была вчера и сегодня, теремок. Я играю в лесу. Это фотки, да, у нас? Это фотографии, да. Отлично. Это в Медик Холле, кстати. В Медик Холле был концерт у меня с симфоническим оркестром и с жазовыми музыкантами. А вот симфонический оркестр чей? Ой, дай бог по-моему, я помню, что дирижер приезжал Полонский из Франции. Вот, он и, в общем-то. Ой, это совсем старая. Это я еще студентка здесь. А скажите, а вы, вот почему выбрали профессию артист? У вас папа с мамой, да, были артисты? У меня мама 15 лет проработала в хоре театра имени Мусоргского. Да. Приглашали ее в Мариинский театр, в хор, но она не поехала, потому что они постоянно гастролируют. А нужно жить за ребенком. Так они же деньги и зарабатывают хорошие. Ну, вот она все-таки выбрала семью, потому что она не могла себе представить, как она на три недели каждый месяц будет куда-то уезжать. Ну, хорошо. А вы как узнали, что есть эта профессия, такая актерская профессия? У меня музыкальная семья, у меня папа поющий, и он и писатель, он пишет пьесы, он безумно любит оперу и балет. У нас все время были такие мини-конфликты, потому что у меня мама, хотя и оперная, она еще эстраду любит, хорошую эстраду достойную. А папа, он принципиален, категоричен, опера, балет, ничего как бы больше не надо. Поэтому, конечно, ему бы, наверное, больше хотелось, что я стала балериной, более того, меня отдавали в детстве. Но поскольку у меня была первая степень ожирения, я не приемлю насилие. Когда я толстушкой пришла, встала к станку, и меня за что-то шлепнули палкой, я сказала, что нет, я ни за что. Ну вот, а потом меня отдали в музыкальную школу, я занималась на виолончели, пианино, гитаре. Соседи, конечно, мучились, потому что занималась я по 4 часа в день с криками, со скандалами, мама, я не хочу играть на виолончели. А мой педагог, Ольга Петровна Крылова, она мечтала, чтобы я поступила в консерваторию, потому что мне виолончели как-то очень хорошо давалось, и я на четвертом году обучения играла уже в выпускные произведения. Она мечтала, для этого нужно было учиться 7 лет. Ну вот, а я говорю, нет, 6 лет и все, все. И когда мама, а я не смогла почему-то прийти за дипломом, наверное, я в Мариинском тогда в детском хоре пела, наверное, поэтому я на работе была. Мама пришла за дипломом, ей все дают, оценки, пятерки, 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 ба-бах. А где виолончель стоит, там нет ни оценки, ни росписи. И Ольга Петровна уехала куда-то далеко. Она специально не поставила, чтобы мне не закрыли вот эту всю историю, чтобы я еще год поучилась. Тогда моя мама схитрила. Она подделала подпись все. Я попрощалась с виолончели, думала уже, все, за нее не сяду. Прихожу на вступительные. Сакраманович, я играю на виолончели, но мы же когда поступаем, мы можем все. То есть хоть на голове стоять. Но я как бы сказала и забыла. И потом, Сакраманович, ну, деточка, ты же на виолончели, говорит, играешь. Ну, думаю, ё-моё, зачем я сказала? Ну, спасибо ему огромное, потому что если бы, конечно, он мне тогда не просил сделать что-нибудь с виолончели, у меня бы не было этого номера чудесного, который мне очень нравится, который я очень давно работала. А вот это, что у нас сейчас на мониторе, это видео? Это видео как раз Примадонна, которым я вам рассказывала. Вот как раз это тот самый стриптиз. Давайте посмотрим, да? Ну, давайте глянем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА